Вечером 17 апреля в российском Воронеже прогремели взрывы. Сразу после этого начался масштабный пожар. Телеграм-канал Крымский ветер, ссылаясь на источник, сообщает, что якобы украинские реактивные дроны Камикадзе поразили резервуар на территории воинской части 750-44. Это 866-й склад горючего. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силами ПВО и средствами РЭП над Воронежем якобы обезврежен украинский БПЛА. Сообщается, что при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Кроме того, после атаки повреждены четыре дома. В российском Минобороны отчитались, что перехвачен один БПЛА и уничтожено три малоразмерных воздушных шара над территорией Воронежской области. Украинская сторона о поражении объектов страны-агрессора не сообщала. Взрывы гремели также в Белгороде и Белгородской области. Судя по видео, в городе были прилеты, однако о них не сообщается. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над городом и Белгородским районом сработала система ПВО. Якобы 21 воздушная цель была сбита. Вскоре он сообщил, что пострадало два человека в Шебекино и Разумном. Тем временем белгородцы жалуются на то, что во время ракетной опасности укрытия закрыты. В то же время Институт изучения войны подтвердил взрывы на военном аэродроме во временно оккупированном Джанкое. Как сообщат аналитики, там базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52. Однако пока что доказательств повреждений каких-либо вертолетов в результате удара нет. Аналитики также упомянули, что по данным одного из российских военных блогеров, украинские силы использовали около 12 ракет МГМ-140 Атакамс для удара по аэродрому. Как заявил начальник главного управления разведки Кирилл Буданов, Украина планирует новые трансграничные атаки со стороны российских добровольцев, которые действуют внутри РФ при поддержке ГУР. Кроме того, готовятся новые операции с применением беспилотников. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post. По его словам, цель таких атак – показать, что российский диктатор Владимир Путин не может защитить население от переноса войны на территорию России. План разведки направленный на уменьшение российского потенциала и охватит критически важные военные цели. Вдова Алексея Навального Юлия Навальная назвала вторжение РФ в Украину войной Путина, а также упрекнула Украину в нежелании искать антивоенных россиян. Такие заявления прозвучали в интервью изданию Time. По ее словам, в РФ десятки миллионов не поддерживают войну, однако не все готовы стать героями, поэтому они не выходят на улицы с протестами. Навальная считает, что «хорошие русские» – это очень плохая фраза, а украинское правительство якобы допускает ошибку, потому что не хочет искать антивоенных россиян. По словам Навальной, такие россияне все-таки существуют. На вопрос журналиста, хочет ли она сотрудничать с Украиной, Навальная сказала, что ей сложно ответить, ведь все зависит не только от нее. Напомним, после смерти Алексея Навального Юлия заявила, что продолжит дело своего погибшего мужа. Она также сказала, что знает, из-за чего конкретно Путин убил Алексея и пообещала об этом рассказать. А на Мюнхенской конференции по безопасности Юлия Навальная призвала мир сплотиться против Владимира Путина и его режима. По ее словам, российский диктатор и кремлевская власть должны понести ответственность за все те ужасные вещи, которые они сделали с Россией в последние годы. Напомним, 16 февраля стало известно, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии особого режима. Согласно официальной версии, ему стало плохо после прогулки, после чего политик потерял сознание и через какое-то время скончался. Сообщалось, что причиной тому оторвавшийся тромб. Похороны Навального произошли через две недели после смерти 1 марта. Большая вода продолжает затапливать территорию РФ. В городе Курган по состоянию на 8 часов утра 18 апреля уровень реки Тобол составил 970 сантиметров. В Кетовском округе уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, а в районе Кетова и Крюкова выше 10 метров. Уровень воды продолжает расти. По данным курганских властей, аварийные бригады ликвидируют протечки под телом дамбы в районе Курган-Сельмаш, а также на бульваре Солнечный. Однако, несмотря на попытки держать ситуацию под контролем, вода уже затопила сотни частных домов. Видео масштабом наводнения публикуют в сети. Курганские власти призывают людей покинуть затапливаемые территории. По данным МЧС, 14 тысяч человек уже эвакуированы. Некоторые люди остаются в своих домах, несмотря на пребывание воды. Прибывает вода и в Ишимском и Казанском районах Тюменской области. Об этом заявил замгубернатора Тюменской области Владимир Чайметов. По данным на 8.30 сегодня, 18 апреля, фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 7 до 68 сантиметров. Власти региона еще ранее призвали людей эвакуироваться, предупредив о критической ситуации. Тем временем, российский диктатор Владимир Путин, который ни разу не посетил затапливаемые территории, во время онлайн-конференции отчитал губернатора Тюменской области Александра Муора из-за того, что он назвал жителей, которые не эвакуируются, упертыми. Вы сказали, что людей в 8 остались самые упертые. Не надо так о людях. Это сразу высмеяли в комментариях сами жители затапливаемых регионов. Не надо так говорить. Пусть сами решают, оставлять имущество мародерам или нет. А мы им за это цены повысим и на войну отправим. Пол страны тонет. Мог бы и сам выехать в зону бедствия. Вот на месте и указал бы чиновникам на просчеты в работе. В самом Ишиме спасатели продолжают укреплять дамбу в надежде защитить город от воды. Также в городе работает система оповещения населения, которая предупреждает, что Ишим готовится к приходу большой воды. Раскрыты подробности задержания руководителя главного управления МЧС России по Чечне. Алихан Сакаев был задержан в Дагестане за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Его остановили на дагестанско-контрольно-пропускном пункте Герзельский мост. На границе с Чечнёй пишут СМИ. Однако по требованию сотрудника ДПС Сакаев якобы не остановился. Он развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на полицейских. Сотрудники МВД Дагестана задержали водителя, у которого были признаки сильного опьянения и не было при себе документов. Как сообщает телеграм-канал БАЗа, инцидент произошел 14 апреля. Вскоре после задержания Сакаева отпустили, не уточняя детали. Журналисты Кавказ-Реалии попытались геолоцировать место записи видео и, судя по первичному анализу, оно действительно было снято на федеральном контрольно-пропускном пункте Герзельский мост в Дагестане. По данным ГУЛАГа.нет, источник которых не уточняется, после задержания Сакаева к АПП Герзель приехали 11 автомобилей из Чечни, в том числе три машины ДПС. Среди приехавших, утверждает телеграм-канал, был Абузаид Висмурадов, командир СОБР Ахмат. Он и Сакаев входят в близкий круг главы Чечни Рамзана Кадырова. Далее якобы последовали угрозы силовой расправой, пишет ГУЛАГа.нет, после чего Сакаева увезли обратно в Чечню. Официально власти Дагестана эту информацию не комментировали, однако по этому поводу было обращение в Москву. Как сообщает Кремлевская табакерка, источник близкий главе Дагестана Сергей Меликову сообщил. Мы обратились к руководству страны из-за очевидного беспредела, который творят чеченцы. Люди Рамзана Кадырова в очередной раз проявили неуважение к нашей республике, к представителям правоохранительных органов. В элитах Дагестана по этому вопросу и вовсе были ожесточенные дискуссии, ведь это не первый случай, когда Кадыров и его люди демонстрируют неподдавающее поведение в отношении дагестанцев. Отметим, Алихан Сакаев в 2007-2019 годах возглавлял чеченский ОМОН. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно называл Сакаева «дорогим братом», а в мае 2007 года наградил его высшей наградой республики орденом имени Ахмата Кадырова. Генштаб ВСУ показал видеопуска ракет по авиабазе российских захватчиков Джанкои во временно оккупированном Крыму. Запуск был произведен в ночь на 17 апреля. Силы обороны Украины нанесли ракетные удары, поразили четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратуру наблюдения за воздушным пространством «Фундамент-М». Все временем стало известно, что Украина увеличит дальность ракет «Нептун» до 1000 километров и масштабирует производство, отметили представители комиссии Конгресса США по стратегии нацобороны, пишет издание RealClearPolitics. По словам заместителя главы Министерства обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, в Украине уже ведется разработка новой версии ракеты, так называемого «длинного Нептуна». Известно, что в 2024 году в планы Украины входят наращивание темпа выпуска ракет «Нептун» как минимум в 10 раз. «Нептун-Р-360» – украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Кроме того, впервые за месяц в Украине изготовили 10 самоходных артиллерийских установок «Богдана». Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм. По его словам, доля собственного производства постоянно растет. «Государство заключает с нашими предприятиями серьезные длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 «Богдан» в мае и дальше еще больше». «Богдан» – это первая украинская гаубица с пушкой калибра 155 мм, что соответствует стандартам НАТО. Важными характеристиками «Богдана» называют высокую мобильность, точность, дальность, а также большую скорость введения огня. Тегеран предупредил Иерусалим о том, что может пересмотреть свою ядерную позицию, если его атомным объектам будет угрожать опасность. Об этом заявил отвечающий за безопасность ядерных объектов иранский генерал-майор Ахмад Хакталаб. Международное агентство по атомной энергии неоднократно выражало беспокойность ядерной программой Ирана. Тегеран уже три года обогащает уран до уровня, близкого к необходимому для создания ядерного оружия. Хакталаб предупредил Израиль, что любая агрессия против ядерных объектов Ирана вызовет ответные действия против израильских атомных объектов. Угрозы Тегерана звучат на фоне обещания Израиля ответить на недавнюю атаку, в ходе которой Иран выпустил более 300 ракет и беспилотников. После атаки на Израиль США ввели новые санкции против 16 человек и двух организаций, которые связаны с иранской программой беспилотников. Новые ограничения, согласованные с европейскими союзниками, направлены на прекращение поставок ракет и беспилотников Ирану и его изоляцию на международной арене. Они также являются сигналами Израилю от США и союзников о том, что противодействие агрессии Ирана не обязательно должно сопровождаться военным ответом. Однако ответ Израиля не заставил долго ждать. Так, в ночь на 18 апреля армия обороны Израиля Цахал заявила, что ударила по объектам инфраструктуры боевиков Хизбаллы на востоке Ливана. Отмечается, что израильские военные открыли огонь, чтобы устранить непосредственную угрозу в этом районе.